Из-за половодия продолжают поступать жалобы в нашу редакцию. Кто-то остался без крыши над головой, кто-то без света и отопления, а в некоторых местах и вовсе разрушена дорога. Моя коллега Анастасия Евсеева проехалась по проблемным участкам. Мы находимся в садоводческом коллективе «Ромашка». Из-за притока воды здесь произошел наклон опоры линии электропередачи, в результате чего более 30 жилых домов остались без электричества. С пятницы на субботу потух, примерно в 3 часа ночи. И вот с этого времени мы все без света. Это, знаете, очень затрудняет вообще само проживание. Мы не можем включить отопление. Дети, получается, мерзнут. Ну, холодно дома, аж сыро. Сейчас заходишь, дом пахнет сыростью. Не можем включить воду, потому что в основном у всех скважина. У нас городской воды нету и скважина. И мы, получается, без света, без воды сидим и без отопления. По словам специалистов энергосистемы, линия сразу же была обесточена. Сейчас строится другая, безопасная линия. Задействованы мастера службы линии, электромонтеры. В общей сложности 10 работников. К слову, энергосистема не обслуживает данный участок. Работы ведутся платно. Вчера все сложились по 20 тысяч со двора. И своими силами, получается, вызвали бригаду и делаем. Потому что по-другому никак. Ждать, пока уровень воды сойдет и нам сделают свет. Везде дети. В основном все многодетные семьи. В каждом дворе есть дети. Пострадали не только дома, но и дороги. Это улица Зинченко. Из-за половодия здесь образовалась большая яма. В результате чего здесь невозможно проехать. Дороги перекрыты. Сейчас здесь ведутся работы. Яму наполняют шлаком. Когда будет полностью отремонтирован участок, неизвестно. Анастасия Евсеева, Даниэр Маткулов, Телеканал «Октюбе».